Здравствуйте, друзья! Генерал-лейтенант Константин Пуликовский – один из наиболее известных командиров Первой Чеченской. Тот самый боевой офицер, что потерял в Чечне сына Алексея комбата танкового батальона. А в августе 96-го, временно командуя объединенной группировкой, именно Пуликовский окружил в Грозном крупные силы прорвавшихся туда боевиков. Добить окруженных и исполнить свой ультиматум Пуликовскому тогда не дали лишь Березовский с Лебедем. Сегодня Константин Борисович уже в отставке. Живет на Кубани. Недавно отметил 74-й день рождения. На днях легендарный генерал дал крупное интервью по поводу спецоперации на Украине. И рассказывал о своем видении событий в этой стране. Российская армия начала наступление с трех сторон с юга, севера и востока, так как напротив ДНР и ЛНР была сконцентрирована самая большая и самая боеспособная группировка украинской армии, пояснил генерал. Да, по ним можно было нанести удар всеми силами и средствами. Но они бы начали отходить, им было бы куда отступать. Задача же стояла, как сейчас видно, сковать эти войска, не дать им уйти, завязать боем. Как полагает Константин Пуликовский, эта задача выполнена. Группировка вооруженных сил Украины на Донбассе скована. А теперь с севера и юга идет окружение. Националистические батальоны, что ныне заперты в Харькове, Мариуполе, Чернигове, будут сопротивляться, не будут сдаваться. От этого никуда не деться, уверен генерал Пуликовский. Особо важным успехом российской армии в спецоперации Константин Пуликовский считает взятие крупных городов. Таких как, к примеру, Волноваха. С освобождением Волновахи высвободилась крупная группа войск ДНР, до 10-12 тысяч человек. Теперь она может идти дальше, на Мариуполь, там главная задача, поделился офицер. Если туда подойдет хотя бы 5-6 тысяч бойцов, смелых, воюющих за свою землю, то вскоре и Мариуполь освобожден будет. Как отмечает Пуликовский, сейчас идут сложнейшие городские бои. По моему военному опыту, каждый квартал приходилось брать в течение суток. Тяжелые ноши сейчас ложатся на плечи бойцов ДНР и наших бойцов. Тем более, что они понимают, на той стороне прячутся в подвалах мирные люди, говорит генерал. Нельзя отбрасывать и умения серьезно подготовленного противника, 8 лет безнаказанно там окапывавшегося. Шапкозакидательство тут не пройдет. По мнению Константина Пуликовского, как специалиста, нашей армии на Украине сейчас требуется невероятное умение, невероятная военная хитрость и врага ликвидировать, и чтоб мирные жители не пострадали. По моему мнению, как военного человека, все идет так, как задумано. Но надо вести переговоры, искать компромисс, заставить их понять, что с такой силой, какая у России сейчас есть, они будут ликвидированы. Потому переговоры ведутся. Но надежды на решение путем дипломатии очень-очень малы. Даже если киевские власти решатся на мир, то на некоторых участках огонь не остановится. У них потеряно управление армией. Но те, кто не будет выполнять договоренностей, они все равно будут уничтожены. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.